привет мои хорошие сейчас мы будем с вами учиться как промывать инжектор автомобиля своими руками без помощи автосервиса из специального оборудования для этого нам понадобится специально изготовить вот такую вот бутылку из под известного напитка здесь сверлится отверстие и туда впихивается сосок от бескамерных шин внутри он впихивается с натягом то есть сверлится изначально вот такого диаметра отверстия как вот эта шейка вот в этом месте а потом оттуда его через проволоку направляете запихиваете и начинаете накручиваете сюда колпачок железный пассатижами тянем за шею качающими движениями он у нас выходит и встает на место потом можно намазаться этим силиконом и вот эта приспособа готова потом вторым шагом надо сделать такую же штуку здесь в крышке то есть сверлится то же самое отверстие и сюда аккуратно входит балда от соска бескамерных шин здесь надо вставить вот эту вот штуку в подачу на шланг подачи на двигатель который идет на форсунки в данном эксперименте это моно впрыск здесь одна форсунка стоит для этого нужно взять кусочек от старого фильтра допустим отрезать вот такой или от трубку подходящего диаметра и соединить вот эту вот пробку кусочком шланга для того чтобы не попортить шланг вот этот родной то есть можно конечно зажаться сразу но здесь резьба она может попортить шланг я этого делать не буду поэтому сделаю таким вот образом сейчас мы ставим нажмем на паузу ставим так вот оставить сейчас ставим второй кусочек и здесь хомутиком затянемся вот мы зажали этот кусочек патрубка двумя хомутиками культуры производства старайтесь соблюдать ну в данном случае конечно они в разные стороны развернуты но для удобства пример можно заметить что все в одну сторону хомутики смотрят допустим здесь 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 вверх здесь вверх чтобы было все удобно затягивать здесь здесь все старайтесь параллельно делать чтобы было все красиво сейчас мы сюда прикрутим вот эту и зажмем ее хомутиком ну вот нашел еще один хомутик такой вот маленький зажал кусочек этой теперь наша задача ополоснуть бутылку вот возможно оставшихся каких-то песчинок потому что при изготавливание отверстий там внутри образуется сейчас нам эту путь надо ополоснуть чистым бензом сейчас мы надеем туда зинчика немножко и его ополоснем чтобы уже мусор не попал на форсунку потому что на форсунке стоит сеточка может забиться если машина старая эта машина уже 300 тысяч пробега естественно эта сеточка уже так вот будем использовать вот такую вот промывку лавр сейчас называется промывка инжекторных систем с раскасовывающимся эффектом называется мл-101 здесь вот написано что нужно подключить промывочную станцию вот то что мы сейчас с вами делаем работать на холостом ходу в течение 10-15 минут выключить двигатель период замачивания 10-15 минут запустить двигатель поработать выработать промывочную жидкость в течение 10-15 минут на переменных оборотах плавно повышая их от полутора до двух с половиной короче 10-15 на холостом потом замачиваем потом еще до выработки постоянно повышаем плавно на упаковку на 2 литра двигатель объемов вот сейчас мы открутим отклеилась сама так себе сделано воняет камняком чуть-чуть сейчас я ее налью и будем пробовать такой вот у нее цвет желтенький такой сейчас мы накрутим накачаем ее давление вот так вот эта бутылка здесь хорошо пристроилась плавает какая-то здесь хрен с ней придется выработать так теперь нам надо что-то ниппель капал странно сейчас мы посмотрим где у нас другой ниппель и мы его поменяем наверное ниппель старый так народ надо всегда готовить огнетушитель вот это родной который был с машиной если что-то пойдет не так или где-то начнет капать нужно вовремя будет остановиться сейчас мы немножко накачаем туда давление насосиком но хотя бы полочка потому что моя машина работает на маленьком давлении там 1,8 наверное а вообще для больших для инжекторных машин которых распределенный впрыск нужно два с половиной давление накачивать вот эту банку то банка выдержит ей ничего не будет сейчас мы накачаем и заведем машинку вот накачали полочка половинку мы заведем машину огнетушитель надо взять в руку чтобы если что можно было схватить и затушить если что-то пойдет не так снимаем со скорости и заводим газ надо выключить это все печку выключил завелся так вот это пошло не так у нас я забыл выключить бензонасос забывать как по шагам бывает так что ты забываешь некоторые вещи уже все приготовил не забыл чтобы выключить бензонасос надо либо отрубить его предохранитель если вы знаете либо выдернуть с него фишку фишка бензонасоса находится у субариков под полом багажника под вот такими вот лючками а точнее под его правым лючком большой такой лючок сейчас мы его открутим и фишечку с ними вот здесь фишечка бензонасоса находится надо ее аккуратненько чем-нибудь стопор отдавить так вот чик и снять одновременно так вот надавливая на стопор вот здесь и она щелкнет и нужно вот так вот ее вытащить все теперь бензонасос не будет качать бензин забыл об этом теперь надо маленько подождать пока испарится бензин здесь потому что здесь облил на двигатель попало топливо немного его попало туда все мокрое ладно подождем в общем будем ждать пока он испарится и продолжим чтобы уже ничего страшного не было но все у нас прошло минут 10 бензинчик испарился что там уже почти что все сухо фишечку мы с бензонасоса сняли сейчас пробный запуск если что-то не так хватаем огнетушитель я надеюсь что он рабочий ух ты брызгает что 30 лет это магнитушитель он все еще рабочий хотя теперь после того как я на него нажал наверное вылезет у нас машине есть еще один так у нас заглох значит надо побольше накачать надеюсь нигде ничего не рванет почти два очка а может быть ему не нравится то что я снял фишку с бензонасоса в прошлый раз он короче отказывался заводится завелся смотри-ка так засекаем время сколько 10 минут допустим мы будем работать на этом топливе сейчас он работает чисто на этом топливе которая промывочная лавр здесь нигде ничего не бежит бензонасос отключен он крутит чисто на этом топливе с интересно вот что такое оппозитный двигатель фактически не трясет сейчас прогреется газ у нас выключены здесь фишка снята в мало ему давление все таки значит 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 ему еще надо качать двоечку на двоечки зажигание выключили короче ему надо двоечку чтобы он все время удел что-то пшикает здесь когда зажигание выключаешь интересно наверное форсунка чекает или электроклапан какой-то хотя на ней не нету ничего где-то 18 падала и тогда он лох сейчас я снимать все подряд не буду потом включимся ну вот пять минут где-то мы работаем числе отдел давление два с половиной сделал у него уже оборотики упали я его не трогаю можно газону конечно посмотреть что будет вот таким макаром можно ехать случае поломки бензонасоса если не дай бог у кого-то произойдет такая ерунда можно накачать бак немножко хотя бак раздуется лучше этого не делать но вот такой бутылки можно запросто ехать то есть это не сложно достаточно 2 соска все и любая 5 литру к желательно и из-под кока-колы они потому что толстые просто стенки накачать и ехать на полторашки в одной шланг вставляешь здесь еще кусочек шланга шланг можно взять от того же насоса вот этот шланг подойдет туда если что пять минут еще потом будем замачиваться забыл сказать что надо обязательно следить чтобы никуда не отходить от машины случае с ушла вставит или еще какая-то фигня не оставляйте и без присмотра ну вот прошло еще пять минут и того уже 10 минут точно мы будем сейчас давление упало я не стал ну все ребятки подключил я магистраль без фильтра напрямую не стал потому что из фильтра рыжие течет и течет ржавчина сейчас вот я с него сливал и видно что рыжая фигня с него стекла вообще ржавчина огольная надо этот фильтр выбрасывать менять сейчас пока поездим без фильтра потом поменяем баки у меня чистенько было я проверял так что все хорошо ну вот такая вот штука сейчас мы заведемся посмотрим как он на сухую закачал бензин и завелся в бензине более-менее ровненько работает все будем дальше эксплуатировать машинку машинка отлично дешевле этой машинки нету в эксплуатации все оригинальные есть вещи все можно найти по ходовке и по всем этим делам вообще все оригинал есть так что это самая лучшая машина в ремонте обслуживание свечки наверх смотрят вот здесь менять вообще делать нечего налог маленький страховка маленькая все главное радует владельца главное чтобы ваша машина вас радовала всем пока ну чё ребятки вот прошло еще время какое-то я тут газу и потихонечку видно как уровень бензина уменьшается когда газуешь на холостых то вообще ничего не смысл в том что надо короче газовать чтобы отъела кокс который на устных клапанах там камера сгорания вот этот дым который шел я понял это короче отъедать начало вот эти вот пускной коллектор там изнутри вот это все сейчас мы до конца выработаем этот бензин и все на этом процедуру закончим вот вентиляторы включаются интересно он стоит на холостых у него пониженные холостые какие-то вон вообще еле-еле стоит потихонечку будит но все равно я надеюсь все равно лучше будет никому еще не повредила это ерунда раскоксовка что-то стреляет там слышно вот так вот надо до двух с половиной и опускать до двух с половиной и опускать сейчас мы выработаем весь бензинчик маленько осталось уже и заглушимся еще где-то 100 грамм осталось давление два очка стабильно работает а видел я эту штуку у ильдара автоподбора классный канал я там посмотрел как они форт мандео оживляли ну и я до этого уже прикидывал примерно что можно такую штуку самодельную собрать ну тут у меня наконец-то дошло время чтобы сделать это я приехал в деревню и сегодня выходной мы с вами на видео делаем на поступках сейчас еще чуть 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 Madagascar ну и ну вот два очка давления остатки сейчас вот видно с какой скорости уменьшается топляк когда мы газуем когда едешь на большой скорости тогда вот так уменьшается когда на холостых она стоит хоть в их не ему вот и все уже можно глушиться часом выработает весь топляк а вернее мы не будем его дожидаться все раз выключился ну вот ребятки поздравляем вас с такой операции все можно разбирать нашу приблуду убирать это все так я тут подумал раз из этого штуки ржавчина текла свежий бензин поступал сейчас значит надо подставить сюда какую-нибудь прозрачную же бутылку и включить бензонасос вот я нашел полторашку некой стерильности сейчас мы ее сюда воткнем подключим фишечку подключим вот так и пойдем включим зажигание несколько раз посмотрим как у нас течет он ржавенький какой течет видно шавчина течет прям готовая ржавчина сейчас мы будем сливать так несколько пока чистый не пойдет интересного был бы фильтр под рукой новый я бы сейчас прям новый фильтр поставил бы голову не ломал так получается что мы вынуждены часть топляка сбросить пока этот фильтр ополоснется видать в нем отстой был сейчас уже чистенький побежал чистенький товарищ утка пришел ну иди иди давай иди 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 не мешайся какой бен сержавый страсть вот это да вот это да обалдеть жавчина страшно проверим что у нас еще чистый пойдет или ржавый хотелось бы чтоб чистый пошел давай 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 надо подождать некоторое время чтобы реле бензонасоса дала 5 секунд ну вроде чистый пишет сейчас мы снимем окончательно гусь пошел туда куда бензин выдел утка иди отсюда иди отсюда иди сейчас еще раз и все на этом ну блин все равно ржавый еще тебе надо то плохо что ржавчина бежит ну ладно сути сна в общем ребята такое вот устройство спасет вас от поездки на станции технического обслуживания и отдавания денег как можно самому бесплатно сделать промывочную станцию всем пока до новых встреч в эфире ну вот уже прошло изрядно времени больше чем 2 20 минут давление немножко упало это из-за того что в насос обратный клапан не держит вот здесь который стоит он уходит в насос сейчас мы его заведем посмотрим заведется ли он на таком маленьком давлении систем это сейчас прокачано может и даже заведется и будем подкачаем давление и будем его заведем его заведемся смотри-ка че это ты дым какой-то мне пошел не хочет стабильно работать сейчас мы накачаем что сюда больше не лезть у вас половину качаем и будем газовать как у нас написано глянем откуда там дым шел фиг знает наверное странно откуда дым куда ушло неужели форсунка не держит и часть топлива пропала цилиндры налила но ничего он завелся зато нормально и так наша задача постепенно плавно газовать а дым-то идет это из-за того что штаны дырявые вот чё до меня дошло из-за чего дым идет из-за того что штаны дырявые у нас тут комары седают сейчас мы будем вонь пошла блин вообще ну вот прошло у нас еще пять минут времени и того всего 10 минут прошло мы заглушите его и сейчас отмачиваемся давление я ставил где-то 1 и 4 полтора очка грубо стоит замачивается на 15 минут мы ему дадим и потом заведем и дальше кстати кто заметил видите маслицы на башке прокладка головки крышки новые прокладки поставил самое интересное оригинал 1 потекла 1 нет все обезжириваю ацетончиком маслосъемные клапачки менял ему